Привет, друзья! Это снова Оля и я продолжаю оформлять свой сентябрь, второй разворот этого месяца. И на этот раз, собственно, на двух разворотах я и останавливаюсь. Весь месяц у меня уложился в такое количество, ну почти весь, там маленький кусочек у меня первой недели уже была оформлена до этого, поэтому остаток такой московский сентябрь, короче, у меня уложился в два разворота. И в этот раз я распечатала две фотографии квадратные, я их распечатала с телефона, то есть в формате Инстаграм, и поэтому я взяла другой файлик с другим дизайном под квадратные кармашки, не помню сейчас его буквы, но внизу напишу. И большую фотографию, единственную 10х15 на правой части, я кадрирую прямо на месте под этот размер. И такие разнообразные странички все-таки у меня бывают, и они как-то добавляют динамики альбома. Опять у меня много спортивных тут фотографий, но такой вот месяц у меня получился, что вспомнить есть что из разряда спорта, каких-то домашних наших приключений, и немножко скраба даже на этот раз вошло в альбом с фотографией моего совместного проекта по пляжным историям. Если вы его пропустили, то смотрите видео, там много уроков, и он был очень интересным, и вы можете посмотреть, как я делаю этот альбом, и тоже присоединиться ко мне и сделать по этим урокам уже свой альбомчик. И я была на мастер-классе Ани Умечке, и наши селфи, селфи-палки я сюда тоже оформляю. Разложила фотографии, добавила карточки, на этот раз мне понадобились две квадратные карточки, я их взяла из набора тоже Эйми, American Crafts, коллекция, не помню, какая именно, по-моему, стичет. И две карточки я туда взяла, а маленькую фотографию, вот эту с медалькой, на такую очень подходящую карточку из сентябрьского какие-то студио Калико. Там очень в тему надпись оказалась, и там моя самая красивая медалька на сегодняшний день, в моей коллекции, самая такая прям клевая-клевая, которая мне очень нравится. Я ее там сфотографировала, не удержалась ее разместить у себя в альбоме тоже. Пишу сразу журналинг, штампом ставлю опять же дату, которая соответствует фотографиям. Журналинг пишу от руки на белых местах. На этот раз разворот у меня такой получился достаточно контрастный, из большим количеством темных фотографий и светлых карточек. Но украшениями я немножко это все забалансирую, чтобы в целом вид смотрелся более цельный и более такой собранный образ получился. Украшения добавляю опять же из набора. Там удивительным образом находятся подходящие надписи. Несмотря на то, что это какая-то не такая, ну не настолько типичная осень. Осень прям у меня на фотографиях. Но подходящие надписи там нашлись. И они разнообразят мой журналинг тоже. Фотографии я приклеиваю на карточке на двусторонний скотч. Меня вообще по поводу скотча очень часто спрашивают, доверяю ли я ему. От него на самом деле пока ничего у меня не отваливалось, приклеено на скотч. Но тут можно быть спокойным абсолютно, поскольку все в кармашках и в файликах. И все надежно держится. И можно даже экономить на клеевых материалах. И их использовать совсем немного, просто для того, чтобы прихватить какие-то нюансы. Вот на этой большой карточке я хотела написать заголовок при помощи наклеек. Но я, кстати, наклейки с буквами как-то не так часто использую в Project Life. Я, честно говоря, ленюсь набирать. То есть в страничках еще они у меня полным ходом используются. И в миниках, в общем-то, тоже. А в Project Life, поскольку концепция у меня в нем такая, что он не должен сомневаться реально много времени. Разворот я делаю за полчаса, наверное, максимум. Поэтому редко я вот так дохожу до заголовков каких-то крупных букв, не только в каких-то особенных случаях. Но даже в этом альбоме у меня все-таки есть. Если вы видели мои фотографии, я выкладывала, показывала. Там бывают интересные такие крупные заголовки во весь разворот. Или на несколько карточек даже размещенные. Но это не тот случай. Тут я просто обошлась рукописным журналингом и несколькими карточками с готовыми надписями. Кстати говоря, тоже это хороший выход. И использовать именно заголовки, которые на карточках нанесены. Тем временем я уже вставила свои карточки в кармашки. И приклеив ту фотографию, которая чуть-чуть меньше, чем мой кармашек квадратненький. 10х10, она поменьше фотка, поэтому я ее приклеила на подложку из бумаги. По-моему, из той же коллекции, что и эти карточки квадратные. И на этот раз пустую карточку с черными надписями я просто украшаю сердечком. И у меня такая карточка, заполняющая пустое пространство, организовалась. Тут приклеиваю свою высечку, загораживаю ей слово «на», «нет». Высечку, которую я рисовала и сама ее сделала. Меня она крайне радует. Вспомнила, что у меня есть маленькая меморабилия из этого забега, тоже браслетик. И я его размещаю на большой общей фотографии из толпы, сделанной профессиональным фотографом, которые на забеге работали. Спасибо огромное за просмотр. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях внизу, как вам вообще тема Project Life, интересна, не интересна, и что вы думаете об этом видео. Потому что это я впервые решила выложить именно видео по Project Life. Мне интересно ваше мнение, насколько вам занимательно было это смотреть или нет. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok